Добрый день всем, всем моим подписчикам канала, всем моим друзьям. По прогнозу на октябрь 2018 года, скажу честно, что-то как-то мне уже и не хочется этого делать, но вы пишете, вы спрашиваете, особенно интересует у многих, как сложится обстановка в той или иной стране. Вы, пожалуйста, заходите на мои аккаунты, подписывайтесь, я обязательно об этом расскажу. Что касается астрологии, то это у меня, скажем, хобби, основная моя деятельность – это режиссура, это писательская деятельность, это психология, это какие-то тренинги. Но астрология, конечно же, это очень-очень интересно. Несмотря на то, что я считаю себя верующим человеком, хожу в храм, помогаю, принимаю благотворительность, то есть оказываю некую информационную поддержку, как журналист, как главный редактор. Астрология – это наука, и с ней надо, скажем, с ней надо считаться. Итак, поехали. Октябрь. Стрельцы. Что касается стрельцов, то я, скажу честно, начиная еще с прошлого года, всех своих знакомых, я прошу только одно. Милые стрельцы, подождите, отдохните, наслаждайтесь жизнью. Ну, бог с ним, что там где-то что-то на работе, где-то что-то не так. Это не ваше время. Ваше время, 2018 год, лицезреть и делать то, что вам, скажем так, прописано должностной инструкцией или же предназначено, скажем, или выделено в семье. Основная проблема для стрельцов в октябре будет заключаться, это, конечно же, опять же, вне осмотрительности стрельцов. Венера, которая развернется в ретроградном движении, она затронет, прежде всего, карьеру. Очень много стрельцов будут видеть, что делается не так. Во-первых, стрельц – очень хороший руководитель. Это начальник. Он, если он сказал делать, значит, господа, кто находится под влиянием или под руководством стрельца, это надо делать. Стрельцы просто так не нагрузят. Вот, ну вот, не нагрузят просто-напросто. Потому что стрельцы, они, это такие работники, которые горят на работе. У стрельцов весь этот год практически это знак огня. У них, особенно у мужчин, в нехорошей такой позиции появлялся Нептун, который очень часто говорил, а пойдем выпьем. Следующий год будет у многих стрельцов очень позитивный. Нептун будет появляться реже. Пойдет какое-то изменение в профессии у некоторых. То есть вот там можно будет уже развернуться. Следите за моими прогнозами. Итак, давайте все-таки остановимся. Итак, милые стрельцы Венера разворачиваются в ретроградном движении. По 16 ноября надо заканчивать какие-то свои дела. То, что вы не доделали. Потому что вообще для многих стрельцов в ноябре месяце может измениться что-то в карьере. Это однозначно. Если кто-то вот уже из последних сил терпит, держит и, скажем так, опускает глаза, чтобы кого-то не испопилить, то в ноябре месяце уже будет у многих такая возможность, скажем, что-то изменить. Что еще? Человек в знаке света может пострадать. Это будет некая, как я сказала, это некая неосмотрительность. И именно кто-то из вашего окружения, это может быть на работе. Может быть это кто-то из близких. Но я бы, наверное, даже не сказала, что из близких. Но что-то где-то случится, а вот это все разгребать, расклюбивать все-таки придется вам, потому что вы как бы стрелочник. Ну, кто виноват, да? Если это затронет вас напрямую, то, конечно же, надо каким-то образом соблюдать спокойствие. Опять же, успокоились. Не надо сегодня это решать. Вот совет октября-молебря для стрельцов. Если случилась какая-то ситуация, все, вы приняли к сведению, вы разрулили все, насколько это возможно, и вы взяли, скажем так, паузу до завтрашнего дня. Переспите с этим, потому что можете наломать дров. Это однозначно. Еще что такое может быть, это ваше сочувствие. И как бы вам в октябре месяце вы будете как-то вот расположены некоторым, может быть, даже и разгильдяем, сочувствовать. Вот людям, которые, может быть, даже и не заслуживают. Но они просто не играют никакой роли в вашей жизни. Но вот это вот сочувствие звезды как бы вдруг откроют. Хотя стрельцам это, кстати, и не свойственно. Я думаю, что стрельцы со мной согласятся. Что делать? Вообще, как провести месяц? Надо идти по пути наименьшего сопротивления. То есть стрельцам надо отказаться от каких-то выяснений, каких-то отношений, от каких-то притязаний. Может быть, даже на ту же власть или на какое-то доказывание, что я не знаю, это белое, а не черное. Вы все равно ничего не докажете, поэтому лучше не надо. Поймите, что если что-то не получилось, если вы не контролируете ситуацию, не понимаете, почему это происходит, не надо. Берите именно отдых. Вообще, скажу, не отдых, а может быть, паузу, потому что отдых, особенно если это касается работы, то это сложно. Вообще октябрь месяц для стрельцов будет достаточно такой сложный. Вы можете даже стать самая банальная жертвой погодных условий. Поэтому смотрите те же прогнозы погоды. Кстати, у вас могут быть со здоровьем проблемы. Это и сердце, это и перепады какого-то давления. Милые стрельцы, я не знаю, так получается, что все говорят, ой, все хорошо, да, все на позитиве. Но у меня иногда пишут в комментариях, вы меня так напугали, что я там чуть ли не знаю, смотрел под ноги, а потому ничего и не случилось. Когда человек знает, что может быть что-то плохое или еще что-то, он начинает вести себя более осторожно. Мобилизуются какие-то внутренние силы. Итак, благоприятные дни для стрельцов. Это 6, 7, 12, 14, 21, 24, 31 октября. Неблагоприятные дни, когда надо немножко более спокойненько быть. Во-первых, 5 октября Венера разворачивается в ретроградном движении, поэтому она, конечно же, все поднимет, если где-то какие-то недочеты. Но я уже сказала, не надо сию минуту бежать и их решать. Поверьте, надо выждать. Неблагоприятные дни 5, 11, 18, 23, 25, 26 октября. Удачи вам, стрельцы. Не горите на работе, не горите в быту. Будьте спокойными. Спасибо.